Продолжаем программу. На ММК подвели итоги первого сезона социального проекта «Лидеры здоровья». Его цель – вовлечь работников в систематические занятия спортом. Напомню, на первом этапе проекта из числа работников группы ПАО ММК была сформирована команда корпоративных лидеров здоровья из 20 человек, которые придерживаются здорового образа жизни и готовы привлечь к этому своих коллег. По итогам полугодичного спортивного марафона состоялось награждение лидеров, победителей и лучшей команды проекта. Это дружная команда подопечные лидера Дины Шеметовой. Именно они были признаны лучшими по итогам проекта. Участницы признаются, многие из них были далеки от здорового образа жизни. А за эти полгода они успели попробовать себя сразу в нескольких видах спорта. Ведь мы и катались на лошадях, нас поставили на сноуборд. Наша команда вообще никогда из всех девчат не катались на сноуборде. Нас поставили на сноуборд. Мы бегали, мы тренировались, у нас было и кардио, и силовые нагрузки. Нас научили правильно питаться. Нам рассказали, что это такое вкусно и полезно. Поэтому, конечно, мы все были за этот проект и очень бы хотели, конечно, и дальше продолжать. Но дадим шанс другим участникам. Победителем среди наставников стал ведущий специалист рынка сырья и сбыта ПАО ММК Иван Ярин. Именно он получил главный приз – путевку в санаторий Ай-Петри для всей семьи. Иван набрал в свою группу девушек с лишним весом. Вместе они шли к одной цели – приучить себя к правильному питанию, хорошему настроению и умеренным нагрузкам. Две участницы, которые с минимальным весом были, они сдали у меня на ГТО. Одной было 46, второй было женщиной 50. Обе получили золотой знак отличия ГТО. Юлия Зыкова – наглядный пример трудов Ивана. Признается, за время проекта избавилась от десятка лишних килограммов. И это лишь приятный бонус. Этот проект дал мне понять, что никогда не поздно начинать. И как я всегда говорю, что мы своих детей можем научить только личным примером, вот это и есть тот пример, на котором я точно своих детей могу научить. Что никогда не поздно начинать. Участницы проекта поблагодарили организаторов за уникальную возможность и пошутили, что теперь они не бросят занятия спортом. Ведь их заразили вирусом здорового образа жизни. И основная задача, конечно, основная задача на выходе – это чтобы вот тот вирус, который лидеры здоровья вас поселили, заразили вас, чтобы вот он жил, вы хотели двигаться, но вот эти полгода вам показали, как вы можете заниматься, чем вы можете заниматься, на каких площадках вы можете заниматься. По словам Федора Наследова, первый сезон проекта «Лидеры здоровья» получился очень удачным и был отмечен даже руководством ММК. Поэтому его продолжение закономерно. В понедельник стартовал второй сезон уже с другими участниками и обновленным составом наставников.